Я не понимаю, что это. Что-то бред какой-то. Вот, значит, мы вчера, то есть в прошлый раз, в прошлую субботу, как бы доказали теорему формальности Концевича. Я сейчас напомню вкратце общую историю. Заказали по модулю одной лемы, которую докажем сегодня. Но сначала я хочу напомнить. Значит, то, что нам нужно доказать, это такое вот утверждение. То есть мы там строим вот L-бесконечность-морфизм из поливекторных полей, от векторного пространства в комплекс Хокшильда, значит, от симметрических алгебр функций на ВССД. То есть вот и то, и другое, это DG алгебры Ли. Вот. И то, что мы тут, значит, строим, это мы строим компоненты. У1, У2, У3 и так далее. В Хокх это сохраняет степень. Это, значит, из лямбда 2, Т поле в Хокх, сдвинутая на минус 1. Лямбда куб, Т поле в Хокх, сдвинутая на минус 2 и так далее. И, значит, была предложена некоторая явная формула, что у n это сумма по всем графам гамма, которые называются admissible, то есть, скажем так, у n от гамма 1 гамма n, от f1 fm, это, значит, такая сумма по всем этим графам гамма. И тут с точностью до коэффициента некоторого рационального стоит W гамма умножить на u гамма. От гамма 1 гамма n от f1 fm, где вот этот коэффициент это просто некое комплексное число. Значит, было предложено, значит, что можно, ну, был некий способ, значит, сказать, что W, то есть мы определили пространство cnm, некое конфигурационное, у которого размерность равна 2n плюс m минус 2. И мы построили, и, значит, граф гамма определяет определяет форму омега гамма вот тоже такой же степени 2n плюс m минус 2 на вот это открытое пространство, но оно имеет еще компактификацию, и интеграл, соответственно, сохраняется, и то есть можно считать, что мы интегрируем по компактному многообразию. Вот эта штука, она, значит, является многообразием с углами. Вот. Ну, значит, как, я напомню, как строится вот эта форма. Значит, вот у нас есть cnm, оно у нас отображается в c2.0, а есть еще в нем, ну, вот, можно так сразу сказать, что мы работаем с компактификациями, а в этом есть c1.1, то есть если, то есть, грубо говоря, вот если есть некое ребро, то есть смотрите, в чем дело, что у нас все точки пронумерованы, и вершины графа тоже пронумерованы, поэтому для любых, то есть у нас вот этот cnm, оно имеет n точек на верхней полуплоскости, и m точек на прямой. Причем они все пронумерованы, как и вершины графа. А вершины графа, соответственно, тоже имеют такие же два типа. Поэтому если у нас есть некоторое ребро, вот, из точки там одной в точку другую, в графе, то мы таким образом можем спокойно выделить эти две точки, которым это ребро соответствует, и у нас возникает, что с каждым ребром ассоциируется, значит, вот, некая проекция cnm, вот, либо в c2.0, либо в c1.1. Но так как вот, как мы видели, после компактификации c1.1 — это подмножество c2.0 компактифицированного, то в общем можно считать, что случай такой. Вот, то есть что это значит? Это значит, что мы забываем все точки, кроме вот этих двух. Все точки получаем таким образом отображение из cnn бар в c2.0 бар, а тут у нас уже, значит, мы знаем, что вот эта штука, она выглядит вот таким вот образом. Вот. И на ней мы определили некоторую функцию φ в s1, которую мы назвали angle function, функция угла. вот. И значит формула для w-гамма с точностью до некоего рационального числа устроена таким образом, что это интеграл по cnm компактифицированная или открытая значит внешнего произведения по всем ребрам. вот. И тут стоит p e от d φ. То есть можно как бы взять d φ это форма на ну как бы d φ вот то есть можно не, ну правильно сказать конечно не так. Правильно написать d angle это форма на s1 вот. После этого можно сказать, что d φ по определению это φ со звездочкой от d angle вот. А тут уже тогда можно написать, что мы берем прообразы вот этих один форм и перемножаем по всем ребрам. Заметьте, что в определении вот этой сущности входит то, что это 2n плюс m минус 2 ребра. То есть мы получаем таким образом интеграл, в который некоторые формы максимальной степени степени равной размерности этого пространства. И вот это, ну тут еще нужно написать некоторое произведение по star v факториал по всем вершинам и по-моему еще произведение 2π в степени 2n плюс m минус 2. Тогда это уже будет точное равенство. Вот. Ну и в общем формула тогда уже без рациональных факторов, насколько я понимаю, устроена таким образом, что вот это вот такая вот сумма. И было показано, что у1 при таком определении тут выживает только один граф, то есть который удовлетворяет вот нашим условиям. Вот. g и соответственно у1 получается от f1 fm вот получается, что это гамма на единицу на факториал m факториал вот df1 на dfm. То есть вот это вот мы показывали. Вот. Теперь, значит, мы в таком определении хотим доказать, что это или бесконечность морфизма. То есть мы хотим показать, что там есть некоторое тождество, которое давайте я все-таки еще раз выпишу на всякий случай. Вот. Сейчас так и где вы вот тут. Да, конечно. да, конечно. Да, конечно. Не, ну это просто обозначение, я же вот написал, но я не знаю, как сказать. Но вот у вас есть dangle, это форма на s1, это стандартный эвклидов угол. Ну а дальше вы берете ее обратный образ при вот этом фи и называете его dfi, но в принципе так может... Нет, ну не точная, потому что dangle не точная. dangle определена с точностью до 2p, значит, ну да. Не, ну вообще, если у вас есть вот функция любая, совершенно не обязательно такая, вот сюда, ну да, вы можете взять dfi, правильно? Ну я так понимаю. Это будет как бы форма, ну вот как бы вы можете взять универсальное накрытие этой самой окружности, это будет вполне корректная форма, потому что при d вот эта константа схлопнется. Да, ну то есть, по-моему, это легитимное определение. Вот. Значит, да, и мы хотим доказать, я что-то тут уже с родом могу найти саму эту формулу, поэтому я буду ее писать менее точно. Сейчас. Виктор, по-моему, вы мне в прошлый раз сказали, да, где она написана? А. Вот где формула для бесконечности морфизма написана. Нет? Или это я ее сам нашел? По-моему, четвертый, что ли, секция. А, все, да, нашел. Вот. То есть, то, что мы хотим доказать, это, что для любого n больше либо равно единице, верно следующее, что d у n, то есть d это будет dHochel, соответственно, от гамма 1 гамма n f1 fm вот, сумма, нет, этого у нас тут нету, значит, добра, просто, да, плюс сумма плюс минус u n минус 1, а тут, значит, гамма i сумма по i меньше g, гамма i, гамма g, гамма 1, гамма n без fi и без гамма i и без гамма g, да, вот, и это нужно применить, нет, только тут будет m плюс 1, потому что вот d от u n от этого вот здесь у нас уже сейчас, секундочку, так, да, вот это правильно, но если мы тут напишем m, да, вот если мы так напишем m, то тогда здесь будет f1 на f m минус 1, да, а, нет, тоже fm, все правильно, да, fm, да, вот, а тут тогда, значит, m плюс 1, я думаю, все-таки, вот, и тут нужно, значит, написать еще один член, это будет произведение двух таких, скобка, вот эта скобка с Хоутена, а будет еще скобка Герсон Хайбера у А, то значит, это будет по сигма, которая есть перестановки n аргументов, сигма 1 и по А от единицы до n минус 1, вот, гамма сигма А, скобка Герсон Хайберас у B, ну, у n минус А, вот гамма сигма А плюс 1, гамма сигма n, вот, и это все надо, значит, взять от f1 fm, да, сейчас, что-то мне кажется, я тут немножко вам, что? Да, мне кажется, что совершенно незачем, я это и хотелось поправить, да, это была ошибка, конечно, да, то есть нет, я вот сейчас все правильно вроде написал, вот, и просто, окей, да, и вот нужно, значит, доказать, что это равно нулю, и это и есть вот это вот тождество, про которое мы много раз говорили, что это тождество, но тут тоже, соответственно, нужно писать единицу на факториал, n минус А факториал, вот, и тут еще какие-нибудь знаки, еще одна вторая там, а, да, одна вторая еще тоже, вот, и, в общем, нам это нужно доказать, и идея доказательства, которое говорилось в прошлый раз, заключалась в следующем, что на самом деле мы, вот каждый член, вот каждый член каждой конкретной строчки, он выглядит как, ну, с каким-то коэффициентом, как некоторая, ну, как некая линейная комбинация, c гамма, то есть вообще, вот, если правильно сказать так, что вот если взять вот левую часть, обозначить звездочка n, ну, n, m, там, я не знаю, ну, звездочка давайте обозначим, то вот эта вот звездочка, она равна сумме c гамма у гамма, от гамма 1 гамма n, f1 fm, где c какие-то коэффициенты, но главное, что гамма имеет на единицу меньше ребер. Вот. И вот в этом как бы суть, и просто мы это там смотрели, на разном просто брали отдельные члены, собственно, мы все перебрали, увидели, что действительно в каждом члене получается 2n плюс m минус 3 ребер. Вот. И нам надо доказать, надо доказать, что c гамма равно нулю для любого такого гамма. Ну, гамма, которая прилежит гамма nm, у которого 2n плюс m минус 3 ребра. То есть это не совсем то гамма nm, которая тут стоит, потому что тут это 2n плюс m минус, где тут это было, вот тут, потому что тут это 2n плюс m минус 2 ребра. Вот. И нам надо доказать вот это вот тождество. Ну и как бы идея заключается в следующем, что, значит, вот это вот c гамма, то есть мы еще не знаем, но мы можем написать некое число, связанное с графом гамма, которое равно нулю. Вот. Вот. А именно мы можем вот взять такой граф гамма, написать, соответственно, вот давайте мы вот эту форму, которая тут где-то написана, вот эту вот будем называть омега гамма, да, вот это все. Ну, вот, поэтому, ну, в принципе, она существует для любого количества ребер, просто она может быть не топовой. Поэтому можем написать, что d омега гамма, так как омега гамма замкнута, то мы можем написать, что d омега гамма по c nm бар равно нулю. Но в нашем случае, когда в графе 2n плюс m минус 3 ребра уже не омега гамма, а d омега гамма имеет, значит, ну давайте пока просто. Вот. Вот у нас есть такое число. Она, это форма максимальной степени. Вот. Мы можем применить формулу стокса. Есть такая вещь, формула стокса для многообразия с углами. d c nm, вот, омега гамма. А это равно, ну, пустому множеству эта граница, поэтому это равно нулю. Вот. А дальше мы, значит, можем сказать, что у нас соответствующий интеграл по границе это сумма интегралов по стратам к размерности 1. И идея заключается в том, чтобы установить 1,1 соответствие между вот этими суммой по стратам к размерности 1 здесь и между вот. То есть, значит, вот с одной стороны у нас есть сумма по всем стратам к размерности 1 там, а с другой стороны здесь у нас есть как бы много разных способов, в которых вот граф гамма, как некая вот у гамма, фигурирует в этих слагаемых. И, значит, там получается, да, и надо показать, то есть один и тот же граф гамма может появляться тут, тут, тут. И мы там в прошлый раз это разбирали. Вот. Значит, причем веса, с которыми они тут появляются, граф гамма, это всегда будут некоторые, в зависимости от того, каким образом появляются, линейно, ну, некие линейно-квадратичные комбинации вот этих вот W-гамма, ну, просто потому что вот каждая, которая у, которая тут есть, оно линейно по W-гамма. Если у нас задействовано 2у, это будет квадратично по W-гамма. Если линейно, будет линейно по W-гамма. Вот. И я хочу, значит, сказать, что у нас появление вот соответствующего У-гамма сумма по появлениям во всех вот этих вот слагаемых должна быть отождествлена суммой по, соответственно, стратам корразмерности 1, что есть следующее. Я, значит, тут продолжаю писать, что такое сумма. Вот, значит, это у нас было там два типа S1, граница корразмерности 1 и, значит, омега-гамма плюс страты DS2. вот, омега-гамма. То есть, вот, значит, теперь что такое вот эти, я напомню, что такое вот эти, значит, S1 и S2, вот эти граничные страты. Вот. Но это, значит, такая вещь, что S1 это у нас несколько точек вот сближаются друг с другом и эти сблизившиеся точки находятся вдалеке от всех остальных. Вот, значит, давайте напишем, что N1 точек здесь и тогда у нас получается некий граничный страт, у которого, значит, который, там, как мы показывали, отождествляется СН1 на СН-Н1 плюс 1 М. Вот. И это для любого Н1 больше либо равно 2. Вот. И был еще граничный страт типа S2, когда вот здесь было М1 точек и здесь Н1 точек первого типа и второго, соответственно, которые сближаются друг с другом, еще остается N-N1 и M-M1 точек тут и которые находятся и эта точка находится вдалеке, вот это, к чему они сближаются. И тогда граница тут была, соответственно, СН1 на M1 умножить на С N-N1 M минус M1 плюс 1. Вот. Плюс 1 получается из-за того, что вот эта вот точка, то есть они сближаются, но вот эта вот точка, к которой они сближаются, она же movable, так сказать, она не фиксирована к какой-то там определенной координате, поэтому это как бы как еще одна точка, которая сближается. Алгебра, геометрически говоря, это такая вещественная версия раздутия диагонали. Ну вот. Вот, в общем, и соответственно, у нас есть по всем таким вот, вот по всем таким вот делам, ну, интегралы, более того, мы знаем, чему вот эти вот интегралы по таким граничным стратам равны. То есть это очень просто, а именно, смотрите, они просто, сейчас, где-то тут это было, вот, вот, ну да, то есть вот если у нас тут, например, есть какие-то графы, вот какие-то там вот, тут вот какие-то тоже ребра, вот, и мы теперь, не знаю, там как-то так, мы вот все, что находится внутри, воспринимаем как один свой граф гамма-1, а все, что находится вне, вот с этой новой вершиной, мы воспринимаем как некоторая игра в гамма-2. Вот, тогда просто на самом деле, ну, совершенно ясно, что у вас интеграл по соответствующему страту, который есть прямое произведение, он разбивается на внешнее, вот это, как называется, внешнее произведение, соответственно, форм, которые получаются как полбетис факторов, да, вот, поэтому у вас получается, что на самом деле, вот в этом случае, ну, не омега-гамма, как мы ее называем, вот этот вот интеграл по этому страту, там, омега-гамма, это там некоторое, там, W-гамма-1 умножить на W-гамма-2, вот, ну, и на самом деле, тут это то же самое, то есть это называется факторизация, вот, и тут то же самое, потому что, ну, в принципе, тут тоже есть какие-то ребра, которые, значит, вот, тут есть между, которые соединяют вот эти вот точки, которые вот сближаются, и есть какие-то внешние ребра, и это, соответственно, там тоже графы гамма-1 и гамма-2, вот, и по тем же самым соображениям мы видим, что интеграл по этому страту от омега-гамма равен тоже омега-гамма-1 умножить на омега-гамма-2, то есть просто мы, на самом деле, то есть вот этот интеграл устроен таким образом, что, ну, что вот эти все, ну, вот как бы вот эта группа точек, она фигурирует как одна, поэтому, ну, вот, все вот эти вот ребра, которые ведут к разным точкам в предельной ситуации, они ведут к одной точке, ну, вот, поэтому у нас получается, на самом деле, что это такой, как бы, pullback, да, то есть там, но это строгое совершенно рассуждение, на самом деле, здесь вот никакого жильничества нет, это получается некоторое такое, значит, жильничество у нас будет, вот, в доказательстве Лемы 6.6, некоторое, хотя я постарался его минимизировать, в общем, вот, хорошо, значит, вот, значит, вот, получается такие произведения, значит, я еще говорил, что, в принципе, у нас вполне может быть ребро, которое какую-то вот эту точку соединяет с какой-то внешней, и тогда с точки зрения предельной, это ребро, значит, это вот, это ребро выглядит вот таким образом, и у нас нету никаких, вот, членов здесь, потому что вот здесь у нас в точке напрямой ребра только входят по определению, вот, и, значит, вот эти вот конфигурации, которые притягивают вот какую-то точку, от которой во внешней точке есть ребро, вот такие конфигурации оказываются лишними, и это плохо, поэтому, но они на самом деле, вот эти все графы, вот, в которых есть такая ситуация, соответствующая W, гамма 1, оно равно нулю, и это следует из того, что наша форма, вот, вот, это следует из того, как мы определяли вот эту функцию φ, мы ее определяли таким образом, что на верхней вот этой вот дуге, она была равна, она была равна просто в константу, она все это дело отображала, а верхняя дуга как раз соответствует вот точкам, которые вот отсюда бьют куда-то во внешнее пространство. Ну вот, значит, вот мы видим, что по формуле стокса ситуация у нас очень простая, то есть ситуация такая, что, значит, у нас вот есть довольно простое количество вот этих предельных конфигураций, которые все нужно учесть для того, чтобы сказать, что 0 равен их сумме, и в каждом конкретном случае мы получаем, что у нас, значит, соответствующий интеграл равен либо, ну, какой-то линейный там, ну, в принципе, если вот здесь, например, две точки, то мы там с точки суда 2π получаем рациональную комбинацию, наоборот, вот линейную. Да, ну, то есть мы, ну, в общем, строго говоря, ну, или также линейные случаи у нас соответствуют тому, когда здесь две точки чему-то вот как бы там соединяются, а другого нету, тогда это тоже там интеграл, который сразу дает число 1 там, или что-то такое. Вот, значит, что получается? Получается, что на самом деле некоторая квадратично-линейная комбинация, квадратично-линейная комбинация, там, типа как сумма W гамма 3 плюс сумма W гамма 1 на W гамма 2 равна нулю для любого вот графа гамма, и вот эти гамма 1, гамма 2, гамма 3 получаются всевозможными вырождениями. В принципе, учитывая, что эти числа W гамма мы не можем посчитать явно, но это некое довольно приятное, нетривиальное следствие. Но теперь, как бы, идея показать, что вот соответствующие инкарнации вот этого у гамма в левой части, вот в этой вот звездочке, они в точности возникают в тех же самых случаях, которые соответствуют вот этим граничным стратам, и они возникают вот ровно с такими же коэффициентами, весами. ну и это мы как бы в прошлый раз показали, я думаю, что тут уже это повторять не имеет смысла, потому что мы, ну я в двух словах повторю, вот значит, давайте повторю в двух словах, вот что у нас есть вот здесь. Здесь у нас есть, сейчас, надо только что-то стереть. вот здесь. значит, вот давайте возьмем этот первый случай. Значит, тут у нас есть просто формула дифференциал Хокшильда. Ну, как мы понимаем, значит, вот если мы вот как бы то, что живет тут интерпретируем как некоторую концепь Хокшильда, то границу ее можно схематически, значит, написать таким образом, значит, что это сумма по и вот такой член плюс сумма по и, когда два члена, значит, две функции f и и f и плюс 1 просто перемножаются, вот то, что они перемножаются, а тут это как бы f1 умножается слева на там, фи от f2 fm, да, вот, а здесь, значит, у нас psi вот это применяется, соответственно, к f1 и так далее, fm, вот, ну и вот просто на самом деле плюс последний член, в котором наоборот умножается вот с этой стороны на fm, да, вот, и соответственно, вот эта визуализация, она на самом деле просто в точности говорит о том, как мы должны смотреть на эти формы, вот, например, чему соответствует, вот, кстати, это очень хорошо, что в прошлый раз я это не говорил, а это на самом деле полезно, вот, давайте посмотрим вот на эти три члена, ну, три типа членов граничных с точки зрения граничных стратов, каким образом они, значит, появляются, каким граничным стратам они соответствуют, ну, хорошо, давайте, значит, вот тут нарисуем, чему это соответствует. Ну, я бы сказал, что вот все точки, кроме одной, вот, и все точки нижней, ну, напрямой, и все точки верхней, вообще совершенно все, они, то есть, n1 равно n, m1 равно m-1, они, значит, все вот сближаются, вот туда вот как бы, это становится бесконечно малым фигня, вот, ну, и вот одна точка остается тут, и эта конфигурация совершенно стабильна, стабильна, потому что вот, вот это, ну, это стабильно как бы по определению, что n1 больше либо равно единице, а вот это, ну, или там 2n плюс m минус 2 больше, ну, короче, все понятно, вот, но тут главное, что, помните, мы говорили, что все точки не могут сближаться, то есть, должна быть хотя бы еще одна точка не из не сблизившихся, либо напрямую, либо наверху, вот вы, собственно, тогда обратили внимание, да, помните, вот, для того, чтобы это было стабильно, но тут вот одна такая точка есть, то есть, этот страт, это будет c02 умножить на cnmm, просто m, нет, m минус 1, вот, ну вот, у нас, значит, получается вот такая штуковина, да, в которой, соответственно, у нас, который у нас соответствует, ну, вот, если мы этот интеграл просто отождествим, это как бы точка, это пространство, она имеет размерность 0, и это точка, вот у нас получается, что соответствующий интеграл, которые вот возникают здесь из первого члена, ну, как бы вносит вклад только вот эта штука, да, и это будут линейные такие члены, которые линейно зависят от W-гамма, и, естественно, они соответствуют ровно тем же стратам вот такого типа, которые, то есть, вот ровно такой же граф у нас будет здесь, когда вот кроме одной самой левой точки все остальные сблизятся к одной точке, вот это вот будет то же самое, потому что тут у нас есть факторизация, и тут есть факторизация, интегралов, а тут она есть как бы по определению, да, ну, вроде понятно. Вот, давайте посмотрим вот следующий, ну, вы уже все и так поняли, следующее, это когда две точки сближаются сюда, а больше никто, вот, и таким образом у нас, значит, соответствующее пространство, это будет C, M, 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 наверное, на c 0,2. То же самое, да? Правильно? Ну вот это вот c 0,2, вот то, что тут на дисплеоне. Вот. Эта точка становится как бы одной. Вот здесь остается m минус 2 точек вот этих всех. Плюс еще одна вот эта. Поэтому m минус 1. Вот. И вот ровно такой же граф, то есть граф, он там выглядит каким-то, каким образом. У нас вот здесь, но здесь и не может быть рёбер. То есть вот у нас там вот u, u, это сумма там по всем графам. То есть в данном случае речь идёт о том, что рассматривается как бы вот граф, который, вот у которого здесь одна как бы нога там или несколько ног приходит там в какую-то вершину. Вот какой-то такой граф. вот тут что-то происходит. И теперь мы эту вершину раздуваем на две точки. И соответственно все вот эти вот рёбра разными способами, всевозможными способами могут, ну как бы между этими двумя точками, на которые мы эту одну раздуваем, распределиться между ними. Вот. И получается, что, значит, да, то есть у нас вот получается много таких графов. И ровно те же графы у нас возникают и там, да, то есть вот там они возникают только по-другому. Вот давайте я это проговорю. То есть некоторым обратным образом. То есть если вот тут мы рассмотрим какой-то граф, вот в котором вот эти, между вот это наши две точки, в которые какие-то рёбра исходные между ними каким-то образом распределились, и тут есть там всё остальное, то с точки зрения картинки на той доске мы наоборот теперь эти две точки стягиваем, сжимаем с точки зрения этого граничного страта и получаем вот ровно то же самое. То есть идея заключается в том, что так это верно со всеми членами. То есть вот каждое, значит, вот появление, вот каждое вообще слагаемое в этой левой части соответствует каким-то, значит, вот слагаемым, которые получаются в этом нуле по формуле стокса как сумму по этим граничным стратам. Вот. Но давайте мы, значит, с этим, я надеюсь, всё понятно. Это примерно то же самое. Вот. Давайте мы ещё, значит, посмотрим, каким граничным стратам соответствуют, так, соответствуют другие. Так. 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 Вот. И, например, посмотрим вот это. Ну, здесь у нас, значит, вот есть гамма и, есть гамма жи. И, как мы говорили, что, значит, вот скобка гамма и с гамма жи, она как бы, ну, графически она определяется таким образом, минус плюс наоборот, и жи. Вот. И, то есть, это означает, что у нас есть одно ребро какое-то, вот, соединяющее точки и точку жи, либо в ту сторону, либо в другую, и эти две точки сближаются друг с другом. Ну, если мы хотим, как бы, ну, соотнести это с той части. А? Да, сверху, конечно, у нас поливекторные эти поля сидят сверху. Вот эти две точки сверху, да, они сближаются друг с другом. У нас есть какие-то другие точки сверху, и есть вот это. То есть этот, ну, тут будет какой-то другой граф, там, сюда может входить, как угодно. Но после того, что они как бы сближаются с точки зрения той картинки, то у нас получается факторизация соответствующих графов. Вот, значит, здесь у нас получается просто, то есть соответствующий граф, как вы понимаете, это будет C2, 0 умножить на C, N-1, да, то есть N-2 плюс 1, M. Вот, и вот это вот, это просто окружность. Нет, это не, сейчас я что-то не то, да, сказал. Сейчас. А, нет, не C2, 0, а C2, я извиняюсь, да, C2. Вот, C2 у нас были такие еще пространства C, N, в которых группа была трехмерна, по которой мы факторизовали, да, помните, в которой сдвиги были не обязательно, ну, вдоль горизонтальной прямой, а любые сдвиги. То есть группа тут была, это пространство, это было Z1, ZN, фактор по группе, которая Z переводит в AZ плюс B, где А вещественное положительное, а B комплексное. Это S1, да, да, совершенно верно. Вот это вот S1, C2, это S1, да. Это получается одномерное пространство, фактор четырехмерного по трехмерной группе, легко понять, что… Это S1, да, я понял, нет, S1, вот такой S1. Да, это страт S1, да, конечно, вот такого типа, да. И вот он нам дает ровно вот это дело. Ну и, собственно, вот, а та картинка, она говорит как бы обратную некую вещь, что мы можем взять граф, у которого 2N плюс N минус 3 ребра, и мы, значит, рассматриваем всевозможные его вырождения такие, да, на страты коразменности 1. Если мы рассматриваем этот граф так, что его вершины как бы сидят на этом копируемом пространстве, которое вырождается, да. Вот, тогда у нас будет вот такое вырождение, когда две точки, значит, вот куда-то… Но тут возникает самый интересный момент, что у нас есть вот на той доске, у нас есть также вырождение, когда много точек, вот, например, 3 точки, вот раз, два, три, вот такой какой-нибудь случай, вот они сближаются друг с другом, а тут, значит, какая-то жизнь происходит, и вот это вот ровно тот случай, который ничему вот с этой стороны не соответствует. И вот это вот и есть, это лема 6.6, которой мы займемся после вот этого вот беглого обзора того, что происходило. То есть вот у нас есть здесь страты S1, когда несколько точек, вот, собственно, это общий страт S1. То есть мораль заключается в том, что страт S1, он встречается вот в этом вот выражении, только если n1 равно двум. Вот, тогда он соответствует члену вот с этой скобкой. А если n1 больше или равно трех, он ничему не соответствует. И, о чудо, оказывается, что эти графы, соответствующие веса, равны нулю сами по себе. То есть просто вот равны нулю. И это сложно. Ну как сложно, это как бы некое аналитическое рассуждение. Там рассуждение устроено через… Ну, там, в общем, я на некоторой степени разобрался, как бы, в деталях. В общем, нет, там есть некоторый черный ящик, в который я не стал уже стучаться. Это формула Стокса для дифференциальных форм с коэффициентами в обобщенных функциях. Вот, но это мне уже как бы не особо захотелось. А сейчас что? Эти коэффициенты, они догадываются графом? Что? Эти коэффициенты, они догадываются графом? Нет, но у вас же получается факторизация. У вас получается, что соответствующий вес, он вот равен произведению вот по такому графу, вот когда у вас вот это вот интеграл по С, там, Н1, а это вот, значит, по какому-то другому. Вот утверждается, что интеграл, то есть утверждение, что по С, Н1. Сейчас любо… Ну, я… Давайте я точно сформулирую, да? То есть из-за этой факторизации мы можем сосредоточиться только вот на ситуации с этими сближающимися точками. Внешние, так сказать, геометрия… Там форма, она разводится, да? А? Там форма, она разводится, что внешнее произведение, то есть он будет на С, и он как раз равен нулю, да. И после этого второй кусок нас не очень волнует как бы. Вот, то есть мы видим, что тут вот это вот, соответственно, то, что называется Лема 6.6, которая говорит, что при Н1 больше либо равно 3, W гамма соответствующий равен нулю. Вот этим мы займемся немножко позже. Ну вот, давайте, значит, теперь разберемся с последним вот этой, с последней сущностью, вот с этой вот формулой. Значит, как мы ее должны визуализировать. Давайте вот тут ее визуализируем. Вот, но тут у нас, значит, это вот ситуация типичная такая S2, то есть у нас уже была ситуация S2. Ситуация S2 у нас была такая, мельком. Она у нас была вот здесь, да, вот это тоже ситуация S2. Но это была какая-то очень недоделанная ситуация S2, потому что всего две точки там, да. А вот это вот настоящая ситуация S2, когда вот несколько точек, вот N1 и M1 сближаются друг с другом, какие-то точки остаются, N минус N1, M минус M1. Соответствующий страт у нас, это, соответственно, C N1, M1. И тут у нас C N минус N1, M минус M1 плюс 1. Вот, и, собственно, если мы будем рассуждать в терминах вот этих вот графов, в графах, то как мы можем вот посмотреть на эту формулу для скобки Ерстенхабера? Что вообще такое вот? Давайте будем вот точно так же делать с помощью вот этой визуализации такой. Давайте только надо что-нибудь стереть. вот это, например. Вот, если вот рассуждать такими же схематическими картинками, как было с дифференциалом, то что такое скобка Psi1 и Psi2 без Сенхабера. Это значит Psi1 CERC Psi2 минус плюс там Psi2 CERC Psi1. Где вот этот CERC, это установка Psi2 как один из аргументов Psi1. То есть вот, вот, значит, у нас есть несколько таких вот штуковин. Мы сюда вот подставляем Psi2. У нас есть один выход. И мы теперь берем этот выход и применяем его как один из аргументов уже вот некоторого Psi1. Да, то есть вот так. В принципе, как-то, конечно, я глупо это все нарисовал, потому что обычно люди, ну, обычно люди рисуют просто скорее вот так, что вот у вас есть некая Psi2, у которого есть несколько входов и один выход. Вот это визуализация Хокшиловской коцепи. Да, вот это, наверное, лучше. А теперь у вас, значит, есть еще несколько входов помимо вот выхода. И вы теперь вот некоторые вот Psi2 применяете уже вот к этим входам и у вас есть вот один выход. Вот это вот, собственно, вот эта вот операция. Ну и есть такая же наоборот. Да, где-то Psi1. Вот здесь, я думаю. Вот. Да, совершенно верно, да. Да, композиция суммы по всем. Да, то есть вы можете в любую это сумма по I, где I это номер вот этой вот ноги, соответственно, и знаки тут как бы плюс-минус. Вот, правильно. И вот этот случай, который у нас там был посерединке, естественно, это частный случай, такого, когда Psi2 это просто вот из A в квадрате в A это просто умножение M, то есть просто умножение в алгебре. Тогда у нас, значит, соответствующая Psi2, она с точки зрения наших интегралов это просто вот некоторые две точки. А тут у нас это вот Psi2 и Psi1 это некоторый такой граф, у которого есть точки первого типа, точки второго типа. И мы как бы вот берем вот этот граф, который тут Psi2 и рассматриваем как один из аргументов. это значит, что всё, что в нём как бы замешано, вот тут какой-то свой микрограф, там, гамма-2, да, он как бы вот где-то здесь, а теперь ещё внешний граф, он вот как-то вот так вот устроен, что тут и действует ещё там на эти точки, на эти, на эти, вот на другие. Ну, то есть вот ситуация вот как бы такая. И вот, собственно, совершенно очевидно, что любой такой ситуации мы её можем визуализировать, как вот это. И это почти один в один по модулю того, что когда мы вот стягиваем таким образом по Psi2, то у нас вот возможна ситуация, в которой есть ребро, торчащее вне, вот как я говорил, которое здесь не возникает, потому что вот эта вот подстановка одной к цепи в другую, она, несомненно, как бы приводит к тому, что все ребра как бы действуют только в этом направлении. Вот. И это делается, в общем, тем, что мы так подбираем наш вот, то, что называется, пропагатор в физических терминах, вот, чтобы соответствующая W, гамма, давала просто нулевой вклад. Не бывает суперглобой. Все умные. Герценхабера. Да, с Хоутома. Значит, она коммутирует с ОМ как? С О1. Нет, она не коммутирует, и в этом, собственно, есть себя. Вот мы наконец-то пришли к тому, с чего все начиналось. Я на каком-то там втором или третьем, так сказать, уроке или лекции, не знаю. Я именно с этого и начинал, но тогда это, наверное, было не очень понятно. Давайте вот я напишу, что О1 от гамма 1, если взять эту скобку с О1 от гамма 2, то это равно О1 от гамма 1, гамма 2, но это равно по модулю некоторой хограницы, то есть плюс D от Хогршильда от У2 от гамма 1, гамма 2. Вот, и поэтому, собственно, и возникает нетривиальный... Да, вот это вот первый случай. То есть на кагомологиях они равны, и это было доказано давно. В этом, собственно, и состоит теорема Хогршильда-Коста-Розенберга, что на кагомологиях скобка соответствует скобке. Но если мы хотим посмотреть с точки зрения комплексов, а не кагомологии комплексов, то это уже с точностью до некоторой границы. И вот, собственно, некое открытие консейта заключается в том, что мало того, что эту границу можно выписать явно, как вот таким вот образом, можно еще все выше как бы выписать так, что все вместе это некие условия когерентности или бесконечности морфизма. И более того, ну это такое как бы, да, а еще открытие заключается в том, что на самом деле это решение дается физикой своего рода. Вот. Вообще вот это совершенно удивительно на самом деле, потому что вот это решение, дальше можно говорить, существуют ли рациональные, решение, и то, другое, третье. Но вот некое каноническое решение, которое единственное, которое мы знаем явно, оно, значит, дается физикой. Ну, более-менее. Вот то, что тут происходит, это физика, переложенная на математический язык. Каноническое слово? Ну, скажем так, единственное, известное. Такое вот явно, да. А дальше там можно, а дальше есть как бы второй источник явных решений. Это связано с ассоциаторами Дринфельда. Вот по науке там Тамаркина, который мы, может быть, займемся немножко в оставшееся время до докладов, если таковое будет. Ну, не сегодня. Ну, скажу я что-то. Можно будет потом еще поговорить в следующие там оказии. Вот. Значит, ну, смысл в том, что ассоциатор Дринфельда, там то есть очень богатая наука. То есть надо подставить там в некоторую там машину вот некую формулу для ассоциатора Дринфельда. Но ассоциатор Дринфельда дается тоже там через монодромию связанности книжника Замолочикова. То есть тоже своего рода через некую там теорию поля. Вот. По сути. Хотя, ну, как и эта математика, так и то математика, но обе математики, они физического происхождения. Вот. И... А дальше там, да, дальше там Дринфельд доказал, что если есть хоть один ассоциатор Дринфельда, то они все образуют торсор над там проконечной, про унипотентной, извиняюсь, группой Гретендика Техмюллера, и поэтому, значит, там есть рациональный над Q. Поэтому есть рациональная точка. Ну, в общем, очень замечательно, удивительно, что вот как бы с одной стороны мы знаем, что существует решение над Q, с другой стороны мы его не знаем явно, ни в случае ассоциатора, ни тут. И с третьей стороны, что чтобы доказать, что есть решение над Q, мы сначала вот занимаемся там такой физикой, чтобы доказать, что есть хоть одно решение. То есть, что этот торсор не пуст, как бы, да, если так говорить. Вот. Значит, хорошо. Значит, давайте теперь... То есть, как вы видите, как вы видите, у нас получается так, что у нас есть почти один к одному соответствие вот между этими граничными стратами и вот этими слагаемыми, которые у нас возникают здесь. То есть, значит, в том смысле, что граничных стратов, ну, связанных с графом, да, вот если мы еще графы тут рассматриваем, но все-таки больше. А именно вот в случае S2 бывает страт с внешним ребром, который ничему не соответствует. Но мы это очень быстро как бы решили вопрос, просто руками, можно сказать, грубой силой. Вот. А, значит, вот здесь это более серьезно, потому что здесь вообще N1 — это любое число больше либо равно 2, в то время как вот здесь вот что-то, вот имеется соответствие только в случае N1 равно 2, ум, которая вот связана с этой вот скобкой там. Вот. Значит, остается случай, когда N1 — это 3 и больше. И вот это вот и есть то, что называется LEMO 6.6. Давайте мы сейчас сделаем некоторый перерыв. Или можете до перерыва задать вопросы, если они есть. То есть вот любые просто. Я просто хотел еще раз как бы переговорить. Вот. Вот. Ну мы вот для Хокшида Хоста-Розенберга мы посчитали, что это единица на k факториал, да. Еще раз. Ну вообще на RN. Вот здесь RN. Да, да. Дальше мы глобализуем на пуассоновом многообразии. Это другая история. Ну любое многообразие, по сути дела. Здесь. Для чего? Для U2. Для U2. Ну я вот когда две, вот в общем случае, когда любое количество точек, я вот N, в смысле N равно 2, M любое, я так сходу вам не скажу. Когда 2, вот я когда в начале вот как бы некое мотивационное это все рассказывал, я там прикинул. Там вроде вот я вам даже рассказал, там что-то получалось, типа 1,4, 1,6, по-моему, даже 1,12 какая-то. Я не помню. А то для U2 сейчас как-то 5 метров. Ну они просто по сути дела, для U2 их можно единственным образом, по-моему, вычислить даже. То есть они как бы там совсем простые. Там, ну в общем, да. А то есть для U1 и U2 это у нас равен? Да, да. Ну для U2, когда у вас по крайней мере N, M равно 2. Да, вот так. Да, да, да. Нет, а в общем случае это не совсем так. Хотя в принципе, конечно, так как мы знаем из науки вот Тамаркина, что любой ассоциатор Дринфельда над рациональными числами, в смысле некоторой процедурой, определенной над рациональными числами, приводит к решению этой задачи, то если сам ассоциатор Дринфельда был над рациональными числами, то и это над рациональными числами. Вот. Это, собственно, то есть, наверное, есть какое-то минимальное решение, которое вот… Ну вот, например, у нас для u2, когда у нас m равно 2, вот есть такой вот граф, и этот граф, в принципе, можно выкинуть. То есть, если вы помните, я его как бы не рассматривал. Я рассматривал только вот такие как бы графы, да, вот такой, такой, вот. И еще вот такой, только перевернутый. То есть, когда было, значит, это если 1,2, то еще есть когда 2,1. То есть, вообще говоря, вот тут три графа у нас, а есть еще четвертый. Вот, и этот четвертый, он уже там приводит уже к таким очень ручным, но тем не менее неоднозначностям. Но его можно просто выкинуть, потому что если мы вот его вес положим равным нулю, то ничего не изменится. То есть, скорее всего, просто как бы есть некоторые способы, что, скорее всего, просто намного труднее для общих графов как бы выделить вот этот вот как бы минимальный базис, что ли, графов, в которых веса определены, ну, однозначно или почти однозначно. Вот как-то так. Я думаю, что это связано с вопросом рациональности, но это махание руками на самом деле. А на эту тему есть какая-то наука, то есть там, типа, которая как-то там связывает решение Консеича с ассоциаторами, которые формулой Книжника связанности Книжника-Замолочка выдается, с вот этим. Этим занимался там в Цюрихе, кстати, тоже такой человек, Томас Вилвахер, вот, вместе с Павлом Шверой. То есть, ну, скорее там, я думаю, Павел Швера больше этим, ну, и Томас, да. То есть, вот они вдвоем. Вот если надо у них это смотреть. Я просто сейчас не помню, поэтому брать не буду, вот, но могу написать. Вот. В принципе, у них какие-то такие довольно нечитаемые, вот, особенно у этого человека. Этот вообще считают на компьютере. То есть, он просто, у него какие-то еще есть еще компьютерные патенты, кроме математических работ, он просто там написал сам какую-то программу, которая, вот, проводит какие-то вычисления с графами. Вот. И он может там почти доказывать такие образы. В общем, какая-то очень мощная техника. А вот этот вот человек, это, вот, Павел Швера. Вот этот человек другой, вот. Он ничего на компьютере не считает, он скорее такой какой-то категорный, и концептуальный, в общем. Вполне интересно. Это еще интегралы по негабару. Это же… Это, ну, как это, ну, по вещественным каким-то. Это же все-таки, вот, ну, вот мы сейчас посмотрим, как бы, вот, когда нам надо будет доказывать лему, что при n1 больше либо равно 3 у нас получается нулевой вклад. Вот, то есть, что таким образом у нас действительно получается один в один соответствие. Вот. Нам, мы немножко поймем, что это за интегралы. То есть, они вот, например, в этом случае они сводятся к комплексным, но какими-то трюками, и в этом некий, там, в общем, какая-то… Я бы сказал, что это высший пилотаж. Я даже… Я думаю, что эти функции гамма – это период. Что это? Это период. Ну, период, но такой же вещественный, потому что CNM – это вещественное многообразие. Ну, да. Открытые, нет, когда с баром, то… Нет, открытые, да, открытые без углов, да. Это просто открытые многообразия, у них вообще границы нет. Вот, а теперь мы как бы добавляем границу. Вот правильно говорите, когда мы берем произведение двух, у нас получаются такие своего рода. Вот видите, вот даже можно на этом вот глазу, вот мы, собственно, вот этот глаз, это C2.0 бар, вот мы его осматривали, мы даже там вот писали, что вот этот вот, вот этот кусок, он без границы, это будет C2, вот эта окружность, да, вот этот кусок это будет, я уже забыл, если честно, вот это вот такой кусок, значит, там сейчас, когда, да, то есть это получается C, вот эта одна точка, то есть это будет C1.0 на, может такое быть? Ну, может, да, на C1.0, насколько я понимаю, да. Вот, и это то же самое, это вот эта нижняя часть, а вот эта верхняя, это вот такое, то есть эта точка тоже сюда вот сближается, это тоже C1.0 на C1.0. Ну да, то есть там получается, а вот это-то некие такие тройные пересечения, это будет, соответственно, когда еще после этого, еще и это сюда сближается. То есть эта ситуация будет вот такая, одна сближается, другая сближается. Это у нас уже два вырождения к размерности 1, поэтому здесь будут C1.0 умножить на C1.0, и еще вот это две точки теперь сближаются, то есть вот это все, это C0.2. Вот, это каждый из этих пространств это точка, но тем не менее вот оно имеет такую презентацию. Да, ну и из-за этого таким образом и возникают углы, действительно, да. В этом углы левый, правый, но это углы. Нет, левый, правый это то, что вот, да, это вот, ну вот углы это и вот это углы. То есть если мы, ну трудно его изобразить, конечно. А нет, вы правильно говорите, да. Это у нас такие углы, как у нормального многообразия с границей. То есть это вот обычно, это у нас обычное многообразие с границей в окресе этой точки. А вот это уже углы, действительно, да. И это почему два угла, да? Потому что вот если мы эту точку, допустим, опустили, то эту мы можем опустить с этой стороны, а можем опустить вот с этой стороны. И это две разных ситуации с точки зрения традиционной. Вот. Ну, вроде довольно понятно сказал. Еще раз. Мы же трали какое-то очень нестранное дефицитационное констанство и подействие инопланетической группы его стерилизовали. Да. Мы в какой-то момент говорили, почему мы не обрадили? Ну, потому что у нас стабильность, потому что у нас как бы группа действует просто транзитивно. А для этого нам нужно... Да, конечно, да. Ну, это легко очень показать, это упражнение. Для этого нам нужно, чтобы 2n плюс m было больше либо равно 2, поэтому мы всегда за... А здесь вот это для cnm. А для cn, чтобы n было тоже больше равно 2. И мы всегда за этим следим и ниже не опускаемся. Вот, например, видите, вот здесь я так лихо писал c1,0, c1,0, c0,2. Но на самом деле, если так вдуматься, то и 1,0 вот этому удовлетворяет, и этот 1,0, естественно, и 0,2. А вот 0,1 я уже не могу написать, потому что это будет как бы единица. Понимаете, да? То есть это вот как бы... То есть вот если у меня есть такие вот две точки вот здесь, то уже дальше вот их сблизить, вот сделать такой страт, а тут просто ничего нет. Я уже не могу, потому что это будет нестабильная как бы ситуация. Вот, и если есть даже еще другой случай, если есть одна точка здесь, а здесь 0, то я не могу эту точку куда-то сюда сблизить, потому что это будет уже нестабильная ситуация. Внешнее пространство будет нестабильным. Да? Понятно? Что? Нет, ну... Нет, я, наверное, не так давно назвал это дело. Я имел в виду, что для любых двух точек... Сейчас. Не-не-не, ну это можно просто сказать. Сейчас, секундочку, как это сказать? Это что? Ну да. Но что для любых двух точек существует не больше одного. Нужно, чтобы еще для любых двух точек было, нельзя, чтобы было там два элемента, которые... А, да. Ну, то есть действие должно быть непрерывно, на самом деле. Ну, я думаю... Ну, я понимаю, что это правильно, да, то, что вы говорите, но... Ну, если дискретная группа действует, то это достаточно, чтобы был ровно не более одного элемента, да? Ну, ладно, смотрите, ну это реально довольно простой вопрос. Давайте я его не буду сейчас. Ну, просто так или иначе верно следующее, что при n1 больше либо равно 3c вот действие на conf n вот этой вот трехмерной группы приводит к фактору пространства, в котором есть многообразие, гладкое, вещественное. И вот то же самое вот с этим conf nm, когда 2n плюс m больше равно 2. А там как же доказать это уже... Мне тоже кажется, что тут все очевидно, потому что просто, ну, легко просто показать, что наша группа, она же известна, как действует. Всегда есть там, если есть вот z1, zn, там, допустим, z1' zn' всегда есть такая окрестность единицы в группе, что внутри этой окрестности z1' не будет лежать соответствующих. Не, ну, вот правильно обращать внимание. Перерыва? Да, у нас сейчас будет перерыв, а потом я вот попробую рассказать эту лему 66. У меня есть еще немножко времени. Давайте там 5 минут перерыва, не больше. Что там? А вы вот все прогуляли, да? Все прогуляли, весь почти курс. Ну да. Наверное, непонятно. Мне было бы ничего непонятное, если весь курс прогулять. Но вроде мне говорили, что это была такая, как это называется, какая-то необходимость, потому что там был какой-то очень нудный семинар, который нужно было, вычислительный, да, практику. Да. Который нужно, да? Да. Можно задать вопрос вам? Конечно, конечно, можно. Вы знаете, что такое статистическое наградание? В смысле D-модулей? Да. Пучков там каких-то? Слушайте, ну да, знаю, но я не хотел бы сейчас переключаться, как-то это слишком. Ну да. Не, ну сложная книжка же. Ну вообще, на мой взгляд, самая лучшая книжка. Не, ну во-первых, сейчас есть какие-то лекции. Не, не, слышите, Кашевара Шаперу, это Кашевара Шаперу, да? Да, в смысле, или? Да, да. Я, конечно, не использую эти семинары, но... Но это очень сложно. Не, ну просто дело в том, что вот то, что вот мы тут как раз вспоминали последние, не так давно, я уже в двух разных там разговорах вспоминал вот некий, некое интервью Володи Воеводского, которое он давал вот русской корреспондентки, вот той, кстати, самой, которая в этом, не в Троицком, но в которой вот какую-то разносную статью про то, что в Питере ничего не будет в плане математики, Ольга Орлова, да, по-моему, написала. Вот она с вами брала интервью Воеводского после того, что он получил Филоскую медаль. Где-то в Пекине это, по-моему, происходило. Вот. И он очень здорово там говорит вот на тему того, что сначала он там рассуждает, будет или не будет ядерная война, что тоже довольно современное какое-то получается неожиданное рассуждение. То есть он там, то есть он делает такую гипотезу, что в ближайшие 10 лет будет. Но с другой стороны это был какой год-то? 90? Нет, 2000, 2000, по-моему, это был 2002. В ближайшие 10 лет все прошло. Так, ну, вряд ли все-таки. Ну, в таком вот смысле, как он говорил, вряд ли. А дальше там его спрашивают, ну, хорошо, с ядерной войной там мы не будем мрачность такую нагонять, мрак. А что будет с математикой? А там Филоский говорит, а у вас с математикой независимо от того, будет ядерная война или не будет, ничего хорошего не будет. И там он объясняет, почему. Потому что все стало очень как бы очень много ну, я немножко по-другому это, он говорит, что просто очень много было всего изобретено. Настолько много, что вот молодым людям им очень трудно в это все как бы войти, потому что уже как бы чтобы войти, казалось бы, нужно очень много всего как бы знать. И это первый исторический момент, там он говорит, когда вот это было так. то есть он говорит, что он не может саму способному студенту там саму вот старших курсов объяснить все детали своей работы и это его настораживает. Причем не может не потому, что студент плохой, а потому что все так усложнилось объективно. Вот. А ну мне кажется, что это можно чуть перефразировать, что просто мне кажется, что еще есть другой момент, который с одной стороны то, что много всего открыли, это объективно ну хорошо, в смысле затрудняет. а другой момент это то, что люди стали очень формально обо всем писать. То есть, ну вот это затрудняет по-моему немыслимо. То есть вот вот возьмите вот ну с одной стороны вроде книжки очень хорошие, с другой стороны вот как бы они не пишутся как книжки для первочтения, да, там для... Ну не, ну, поднимись, ваша первая пишет Эпиджи Анатольевна, он же там сразу с первой страницы знает, что это не учебник заявил. Да, да, да. Не, ну, я не знаю, может быть, я немного его посчитал еще. Ну, не, ну я вот прочитал там есть слова про как это связано с фигурой. Я совершенно ничего не понимаю с фигурой, но наверное, поэтому мне и понравилось. Слушайте, а есть на самом деле книжка одного Кашевара только про демозу. Да, маленькая такая вот и вроде очень хорошая. Сейчас я вам скажу. Нет, вот это вроде бы собственно мне шапера про нее рассказал, вот второй соавтор он мне говорил сейчас, что вот эта книжка, да, наша, она такая непонятная. Есть вот лекции. Причем у них там несколько страниц про то, что это самая понятная книжка, которую с другой стороны не, ну на самом деле там действительно как-то многие вещи хорошо написаны, но с другой стороны там ну надо, нет, ну понимаете, она хорошая, но если вы как бы, ну вы не можете, вы не можете думать над каждым, вы ее должны как бы некоторые куски для вас уже должны быть известны. Ну вот. Это по-моему это такая очень маленькая синенькая книжка, есть такая серия что-то там в японской математике и вот это вот в этой вот серии написано, по-моему. И они же там заказали какую-то теорему, какую-то что-то они сделали, да, и вообще, конечно, непонятно, они же еще вторую книжку написали, и вторая тоже хорошая довольно, Shifts and Categories. Она не переведена или Categories and Shifts? На русский язык не переведена разве? Ну я не видел. А. Слово тоже. А шаг, не переведена, нет. Пучки и категории Кашевары и Шиперы на русский язык. Я не знаю, я знаю, по схожим названием в пучке категории войны, я знаю, в Адерик, там, или Маклипу. Ага. Да, категория. Сейчас что-то. Ну да, вот такая, вот такая синяя, называется D-Modules and Microlocal Calculus. Вот это очень хорошее. Я так понимаю, она описана, или я не правильно знаю, что какие-то вещи отсюда написаны в этом. Как еще раз называется? Сейчас. Вот. Не, ну вообще, самая лучшая книжка это Боррель, семинар Борреля, который еще был 80. Но есть лекции Иосифа Бернштейна, которые, конечно, очень хорошие, но их может быть трудно, просто они очень краткие. Есть лекции там Иосифа Бернштейна, который один из, в общем, инвенторов, так сказать, всей этой деятельности. Вот. Но вот эта вот книжка, она начинается, я не знаю, тут вот можно ли посмотреть как-то ее начало. Она просто начинается с каких-то, ну, совершенно простых соображений. Просто типа, что вот у нас есть, например, там дифференциальное уравнение с несколькими, почему вообще D-модули? Потому что вот у нас, типа, есть, например, ну, какие-то там функции, на которых несколько, на которых есть какое-то там дифференциальное уравнение. Вот. Теперь мы можем как бы выбрать по-другому какие-то там… Ну, подифференцировать по разным переменам. Может, другой базис выбрать там. Вот там вот в Кэшеваре так и написано, что вот там буквально Кэшеваре Шапире… Да. Там буквально вот это… Там буквально так и мотивируется, там точно так же говорят, что вот поэтому возникают D-модули. Там переформулируется вообще как бы критерии разрешимости системы D-фуров на многообразии на языке там D-модули и там про них вообще все исследуют. Да, да, да. И вот это, что вопрос исследования системы D-фуров можно вот… Слушай, ну, давайте я сейчас просто не надо будет переключаться, я не… Ну, мне будет тяжело, поэтому… А есть вот такая в смысле про характеристическое многообразие. А вот эта книжка вообще совершенно замечательная. Она старая, говорят, что там есть некоторое количество ошибок, но в ней все понятно, по крайней мере. Вообще все совершенно понятно, самая элементарная книжка абсолютно высокого научного уровня и при этом, ну, очень понятная. Вот это пример того, как можно писать, как бы, по-человечески, не уменьшая научный уровень. Это доклады разных людей, которые, как бы, Боррель, семинар Борреля, там Боррель дал просто разные, как бы, можете сфотать, я не знаю, или найти у себя. Да, она есть, конечно, абсолютно точно есть. Не, ну, потом сейчас есть, сейчас есть лекции Паша Итингофа, по-моему, Броверман, сейчас, ну, вот есть, есть, я не знаю, там несколько савторов, да, которые... У которых не... У кого? Валерий, да, Мудрей. Можно посмотреть? Да. Вот эту, я не знаю, может, тоже хорошее. Вот, может, вот эта хорошее тоже. Видите, сколько всего. Да, вот это вот, вот это, да, вот это правильно. Сейчас я не туда вам ткнул. Но это то же самое, я на другую ткнул, но это то же самое, да. Да. Сейчас я хотел посмотреть. Не, ну, вот это, я считаю, книжка Боррелли чрезвычайно полезна. Какого вы относитесь? Вы видели книжку Маканзона? Не видел. Там Анатолий? Вот. А есть вот, а есть вот в свободном доступе. Да, она не стоит. Есть в свободном доступе вот лекции Паши Итингофа. Вот такие introduction, алжебря. Ну, вы... Я просто нашел, я... Сейчас, секундочку, я не знал, где они... Сейчас, блин, что-то такое-то. Вот, может... Вы хотите в следующий раз, да? Я не знаю, вот я думал, в следующий раз будет, но он сказал, что... Он 20 мая будет. Да, да, вот. Если хотите, можете вы, а если не хотите, я могу рассказать. Просто я вот сначала думал, что, ну, геометрически будет мне будет влагать, а сейчас вот у меня как раз по, так сказать, научной работе понадобится прочитать одну очень важную... Ну, вот расскажете нам, да? Как нос, может, знаете, тонук, но... Да-да-да, знаю, да-да. Вот. И там все излагается, как бы, как бы, категорно, поскольку все любители алгебры, я думаю, может, по нему расскажут. Да, Виктор будет рассказывать про бардизмы. Это не совсем по теме, но так как математика едина, то, по-моему, это будет очень хорошая идея. Тем более, что там уже был один хороший доклад про бардизму на семинаре Суслина, так называемый. Да-да-да, ну вот, вы расскажете, будет очень интересно. Да нет, ну вы рассказываете, как вам хочется. Смотрите, ну мы же уже решили, что вы рассказываете. Не обязательно стремиться рассказать очень общо, очень категорно. Рассказывайте, как вам ближе. Как вы знаете, что вы знаете. Да-да-да. Окей, все, значит, давайте мы обсудим вот эту вот лему, сформулируем ее, обсудим и даже по возможности докажем. В общем, я сегодня как бы немножко разобрался, по-моему, в чем дело, причем, как-то так до этого мне было, в общем, я бы сказал так, фил на веру. В общем, все сводится к каким-то интегралам, с особенностями, но которые, значит, абсолютно сходятся и как интегралы. В общем, я так понимаю, что речь идет на самом деле в конце концов, там, на самом деле, ключевым моментом всего вот этого вот рассуждения. Хочется, там Максим, в общем, так не пишет. Он вообще там пишет, что это все упражнения как бы для читателя. Вот. Но, как мне кажется, ключевым моментом будет такой факт, что на самом деле интеграл логарифма там х dx, там, допустим, от нуля до единицы вполне себе сходится. Правильно? То есть, это равно там х на логарифм х от нуля до единицы, и это в нуле вполне себе ноль. Да, 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 что-то еще. минус интеграл х на д логарифма х от нуля до единицы, а это последнее, как все знают, это, соответственно, интеграл от нуля до единицы х делить на х dx, и вуаля. А? Нет, это к тому, что на самом деле я так понимаю, что некоторые сокрытые сущности того, что я буду рассказывать, окажется в конце концов вот эта формула, и мы к ней вернемся. То есть, у нас будут некоторые особенности, видите, вот этот вот интеграл, он же имеет особенность какую-то, вот, но при этом, тем не менее, все сходится, как бы, да, то есть, вот будет примерно то же самое. Вот. Ну, хорошо, давайте начнем, я думаю, что минут 30 мне должно хватить, в общем. Так. М66. Вот. Значит, лемма заключается вот в чем, что такая лемма, значит, пусть n больше либо равно 3, тогда вот есть, мы рассматриваем cn, и мы рассматриваем 2n минус 3 пар точек. там, и, s, g, s, ну, которые от 1 до n, соответственно, вот, которые s не равно gs, там, при любом s. Вот, и мы рассматриваем такой вот интеграл по вот этому пространству cn, открытому, d phi и s, внешнее произведение от s от 1 до 2n минус 3 интеграл по cn от d phi и s gs, где вот это d phi строится, ну, собственно, то, как у нас это и возникает, примерно аналогичным образом, и ровно таким, как это возникает, но давайте я повторю, что у нас есть отображение из c, если каждая пара и g, и не равно g, да, дает мне отображение из cn в c2, когда я забываю все точки, кроме точек и g. Значит, вот это вот c2, это s1, здесь есть формула d angle, вот совершенно обычный в клидов angle, я могу вот это p и g, я могу ее, соответственно, ну, в общем, вот то, что тут вот эта вот форма d, phi и g, которая там называется, это просто пи, обратный образ от этого пи и g, вот это вот d от m, по определению. Вот, это тоже, ну, d angle, это не точная форма, поэтому это тоже не точная форма, но замкнутая. Вот, значит, утверждение, вот этот интеграл равен нулю, если n больше равно 3. Для любых вот этих пар, вот, ну, собственно, вот это тот случай, который нам и нужен, да, то есть первый нетривиальный случай, это когда у нас есть, ну, у нас 2n-3, это значит, случай, когда n равно 3, размерность, тогда у нас есть размерность, соответственно, 3 вещественная, да, размерность равна 3, и у нас есть три точки, ну, да, есть три точки, какие-то там вот такие, типа как, ну, с какими-то ориентациями, не обязательно такими, какой-то такой треугольник, вот, и мы, соответственно, можем, вот для такого треугольника, можем написать, как бы, по c3, и такой вот интеграл, где мы интегрируем соответствующее d от угла, где угол, в данном случае, это просто вот угол, как бы, эвклидов угол, ребра с вертикальной линией, допустим, вот, и мы пишем, значит, по всем вот этим положениям точек, мы пишем вот этот вот интеграл, d, φ и g, и оказывается, что он равен нулю. Вот, хорошо, значит, теперь доказательства. Вот, значит, сначала мы сведем эту задачу к задачи, когда, ну, это вещественная задача, а мы ее хотим свести к комплексной, чтобы у нас были, как бы, координаты z и z с чертой, и тогда мы используем некоторый трюк с логарифмами, когда мы заменим знак плюс, на знак минус на знак плюс, и суть этого трюка в том, что если у нас интеграл, там, допустим, два n-формы по н-мерному комплексному многообразию, то он не равен нулю, только если количество dz равно количеству dz с чертой, да? Поэтому можно как бы минус будет заменить на плюс, а после этого еще начинается самое интересное. В общем, сейчас мы вот этим займемся. Значит, ну вот у нас мы первую точку, вот у нас, значит, есть прямое внешнее произведение, но тут он не пишет альфа, давайте я буду писать вместо s альфа, как здесь написано. 2n-3, то значит d фи и альфа g альфа. Вот, и мы можем написать, что это равно d фи и 1 g 1 умножить на внешнее произведение, вот по там альфа равно 2 до 2n-3, d фи и альфа g альфа, но мы сделаем немножко по-другому. Мы напишем вот минус фи и 1 g 1. Ну, понятно, что это все равно верно, потому что… Вот, значит, теперь что мы делаем? Мы с помощью нашей группы g 3 мы можем считать, что z 1, что z 1 это точка 0, а z, ну, допустим, вот z i 1, то есть не 1, а i 1, вот то, которое тут стоит, а z g 1 это точка, которая, она принадлежит единичной окружности. Вот. Вот, таким образом наше многообразие, уже мы избавились тут от действия группы, вот, и у нас получается, что мы, ну, плюс есть какие-то там другие точки, там z 2, так далее, z n, которые не равны, не равны, значит, z i то и не равно 0, уже получается, и z i то и не равно вот этой вот точке z g 1, которая на единичной окружности. Вот. Вот это, значит, первая такая идея. Вторая идея, что можно вот с помощью вот этого вот трюка, вот этого вот вычитания, можно сказать, что интеграл факторизуется в два интеграла, то есть интеграл вот этого прямого произведения d φ и альфа и альфа g альфа, да, он равен интегралу d φ и 1 g 1 по окружности, вот, умножить на интеграл вот обратного образа, сейчас объясню в каком смысле, вот от остальных. Значит, по c n минус 2. Да. Вот. Значит, то, что тут, значит, написано, это такая вещь, это, ну, вот эта форма, которая здесь стоит, вот d φ, то есть у нас есть отображение из c n в, ну, или там c n минус 1, не знаю, в c n минус 2, которая, соответственно, делает, значит, убирает, берет z там 1, z n минус 1, и отображает его в z 2 минус z 1, в z 3 минус z 1, так далее, z n минус 1 минус z 1. Вот. И теперь мы можем, значит, взять вот здесь вот соответствующую форму произведения там d φ и g, вот, и когда мы, то есть, которая связана вот с оставшимися 2n минус, ну да, с оставшимися точками, вот, и соответствующий, вот, вот если это p, вот, то соответствующий прообраз будет ровно вот этой вот формой. То есть наш интеграл изначальный, он, вот за счет этого, так сказать, минуса, он равен, оказывается, произведению интегралов по вот пространству там из двух точек, то есть окружности, вот только от этой формы и пространству там от остальных точек, вот от того, что стоит тут. Вроде это понятно. Вот. Ну, хорошо, значит, после этого, ну, так как по окружности-то оно равно 2π в любом случае, нам надо сосредоточиться, значит, вот на этом деле. Вот. А это дело, это следующая, значит, история. это у нас есть, да, вот тут я, ну, я не совсем четко сказал, к сожалению, то есть надо, то есть я не совсем четко сказал, это неправильно я сделал, то есть надо вот это по-другому определить. То есть вот у нас как бы вот есть единица, z2, вот так далее, zn, да, и вот это отображение p, она его отображает в единицу, z2, z3 минус z2, нет, тоже не то сказал, сейчас, секундочку, ну, ну, да, вроде правильно, да, я согласен, не, ну, то есть просто, не, то есть просто вопрос, какое пространство тут стоит, дело в том, что тут у нас есть n минус 2 точки, каждая из которых не равна нулю и не равна единице, ну, вот, у нас есть две выколотых точки, я хотел вот это уточнить, то есть у нас точка 0 выколота, и тут мы поворачиваем эту окружность, доповорачиваем до точки 1, и оставшиеся, то есть вот с точки зрения, вот точек, которые стоят здесь, это n минус 2 точки, которые еще не равны нулю и не равны единице, то есть на самом деле вот здесь правильно написать c, там, n минус 2 штрих, или даже лучше conf n минус 2 штрих, вот, где conf, n минус 2 штрих, это пространство z3, z4, zn, таких, что zi не равно нулю и zi не равно единице, вот, и вот на этом пространстве у нас вот есть некоторые, ну, вот у нас, короче говоря, p, это отображение там из cn в это вот conf n минус 2 штрих, вот, и у нас соответствующая форма будет обратным образом форма на conf n минус 2 штрих. Вот так. Ну, какое отображение? Такое, как было написано, то есть у нас, соответственно, мы можем считать, что здесь стоит пространство, тоже уже не фактор по группе, а некоторое там conf n 2 штриха, в которых, собственно, zi1 равно нулю, ну, z1, допустим, первая, допустим, равна нулю, а вторая бегает по единичной окружности. И мы поворачиваем все на z2, и вот мы оказываемся вот в этом пространстве, потому что z2 у нас уже равно единице, у нас оказывается еще n минус 2 точки, которые не равны нулю и не равны единице. Нет, n минус 2. А, да-да-да-да, я понимаю, наверное, нет, нет, сейчас, минус, нет, минус не умножить, почему? Ну, вот у нас есть угол, вот у нас есть угол, то есть в чем идея? что у нас был угол фи и с ж с, да, вот, и мы хотим теперь из этого угла выч, то есть мы вот этот угол заменяем на фи и с ж с минус там фи, ну да, ну, 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 понятно, в общем, что происходит, да, то есть. Да, то есть. Почему умножить-то? Это же взаимный угол. Вот угол определенный, это не аргумент Z2, а это как бы аргумент Z1 минус Z, Z1 минус ZGT. А, ну, наверное, да, вы, наверное, правильно говорите, да, вы правильно говорите, ну, да, в общем, я согласен, что, ну, то есть тут нужно умножить, но, судя по всему, на Z1 минус Z2 в минус 1, вот так, потому что это же, ну, аргумент Z1 минус Z2, вот, ну, да, да, вы правильно говорите, ну, я имел в виду, ну, геометрический, это просто поворот, да, вот, ну, в общем, короче говоря, это очень простая вещь, и она сводится к интегралу, соответственно, вот по этому пространству, которая тут написана conf n минус 2 штрих, значит, и тут стоит тоже внешнее произведение, их, соответственно, 2n минус 4, да, этих самых формы, d, φ и альфа g альфа. Вот, и теперь, значит, утверждается, что этот интеграл равен нулю, если n больше либо равно 3. вот, значит, теперь, как это можно, значит, с этим обойтись, значит, ну, соответственно, вот то, что тут говорится, это то, что на самом деле это является примером того, что у нас есть некоторое открытое комплексное многообразие, то есть оно является как бы частным случаем следующей более общей теоремы. Что еще?